Друзья, сразу запишем. Смотрите, у нас несколько писем, но сразу я вам не сказал, но за несколько дней скопились эти все письма. А все из-за чего? Из-за того, что жена говорит, нужно подобрать антураж и снять обязательно обзор, как мы открываем письмо, как мы пользуемся почтой. В общем, они лежат какое-то время, они уже, видите, часть из этих писем вскрытые, уже поюзанные, попользованные, уже помятые, на какие-то уже ответы отправлены, все собрано обратно, типа мы их не открывали. Вот, и теперь мы снимаем видос. Не дабыл видос? Я не могу запомнить. Ну, хорошо, ладно. Значит, смотрите, темка нашего сегодняшнего видео – медицинская страховка или гизунт-хайдс-карты. Один из важнейших пунктов, то, что нужно получить по приезду на место вашего постоянного жительства, оно называется, правильно называют, место распределения, вот, мне это слово прям не нравится, распределение, в смысле распределение. Вот, на место постоянного жительства или временного, ну, в общем, как вы дальше выберете. Вот, нужно обязательно зарегистрироваться, получить медицинскую страховку или так называемую вот эту гизунт-хайдс-карту. Гизунт-хайдс-карту, видите, с номером совсем, она пластиковая, она с чипом, короче, она совсем, номер, это не надо было, где номер, короче. Вот, с чипом, и, по сути, она работает как банковская карта, то есть, когда приходите в клинику, мы один раз ходили, они прямо ее вставляют в такой, как у нас, пин-пад для этих, для банковских карт, и там оттуда списываются денежки. Списываются денежки, которые мы не платим, которые мы, в смысле, которые наличными мы не платим, мы не платим там картой, а списываются с фонда медицинского страхования. Вот, так как, пока мы еще фундаментально не обосновались в Германии и не стали миллиардерами, пока, вот, на первом году, вот, приходится пользоваться социальной страховкой, и, как мне объяснили, как здесь работает эта система, есть социальные страховки, есть частные страховые компании медицинские, вот, прием в этих, вернее, врачам оплачивается каждый прием, как только мы вставляем эту карту, то есть, каким-то, виртуальным, для нас это виртуальные деньги, для врачей реальные, так вот, прием по социальной карте оплачивается врачу, там, гораздо дешевле, ну, условно говоря, там, не знаю, сколько, даже не знаю, ну, грубо говоря, 30-40 евро стоит один прием, условно говоря, пришли у врача, что-то спросили, вот, в то время как частная страховка, каждый прием с этой страховки оплачивается порядка 100 евро, поэтому, когда в Германии говорят, типа, ужасное медицинское страхование, ужасное медицинское обслуживание, все, что из-за того, что мы пока что социально зависимые социально незащищенные слои населения, да, вот, то есть, правильно сравнивать медицину с Германией, в Германии, которой мы сейчас пользуемся, с нашей российской медициной, обслуживание по полисам ОМС, там, с теми же очередями в Балийцах, со всей вот этой вот историей, что, ну, то есть, не все услуги доступны, потому что в последнее время мы часто пользовались ДМС, и это совсем другая история, это ну, аналогия, как будто бы у нас здесь была уже частная медицинская страховка, вот, она работает совсем по-другому. Так вот, но тем не менее, по социальной страховке все здесь проходит через терапевтов, примерно так же, как у нас в России, просто в России мы как-то адаптировались, могли терапевтов обходить и идти уже к нужному специалисту, а хотя мы это делали по ДМС, по ОМС тоже, да, все у нас через обычного терапевта, который потом решает, решит вашу судьбу, отправлять вас дальше на одно обследование, или попросить вас помучиться еще недели-две до следующей записи. Вот, то же самое, здесь записывайтесь, здесь по телефону записывайтесь заранее, заранее записывайтесь по телефону, карточка, все оплачивайте, если нужны какие-то ушки, специалисты, медицинская страховка это покрывает. Вот, мы, есть несколько, а, важный момент, что вот это Гизунт, хайдс-карты, социальное страхование, медицинское, с него нельзя перейти на коммерческое, на платное, да, медицинское страхование, пока вы не найдете работу и пока не будете сами платить эти взносы социально-страховую, то есть пока это джоб-центр оплачивает, оплачивают только вот медицинские страховки. Социально их не так много, вот одна из крупнейших, я так понимаю, АУК, есть еще ТТК и еще несколько страховых компаний. Мы выбрали АУК, просто нам друзья посоветовали, вот, мы в принципе пока не пожалели. Пока мы глубоко и не вникали, если честно, в медицинскую историю, но из того, что сейчас видится, у нас есть такая книжечка, в общем, АУК дополнительно оплачивает один раз в год, по-моему, отбеливание зубов, не оплачивает, а компенсирует отбеливание зубов. Вот, и что еще, и есть у них каждый, в году можно два выбрать каких-то оздоровительных курса. Это может быть там, ну, есть даже курс по скалолазанию, не оплачивают несколько секций, есть там фитнес какой-то оплачивают, есть какую-то гимнастику, есть прям большая книжечка, или на сайте АУК, если кому интересно, можете зайти, посмотреть. Ну, в общем, пока интересно, страховая компания, да, никаких особо мы, в общем, пока приятное общение довольно быстрое. Вот, что нужно, чтобы получить эту заветную карту? Для этого нужно получить несколько вот таких вот писем. Сейчас я отсортирую, опять этот штраф, блин, мозолит мне глаза. Вот, значит, как я уже сказал, у нас есть три письма, есть моя страховая карта, которую я получил раньше, и две карты мы получили на детей, по-моему. Да? Да, и две карты мы получили уже на детей. Картами детскими же воспользуюсь, в общем, смысл в чем, что есть основной заявитель, как я, в смысле, я в этом качестве наступаю. Вот. У детей, детей, получается, привязываются к страховке родителя или родителей, ну, основного, первого, одного родителя. В данном случае к моей страховке его привязали, вот поэтому чуть быстрее. Для того, чтобы получить эту страховку, самый простой и быстрый способ, вы можете зайти на сайт АУК, прям за гугл и написать АУК, ну, давай посмотрим, где АУК. Вот здесь просто в гугле пишем АУК. Ну, или ТТК, все, что вы, какую страховку себе выберите. АУК. Вот, сразу выбирается АУК. И здесь вот с правой стороны кнопочка МИДГЛИД ВЕРДЕН. То есть, стать участником, да, вот, страховой компании. Ляйсенг и сервис. Вот здесь, по-моему, фортали есть. Ну, например, нет. Ну, да, вот, кстати, смотрите, вот, совместный фитнес-курс есть бесплатный. Два курса в году можно проходить. Есть и курсы по фитнесу, есть какие-то, как правильно безопасно, поддерживать здоровье. В общем, как у нас, оздоровительная гимнастика, да? Где-то было отбеливание. И есть отдельный курс у них прям по питанию. Интересно, то есть, мастер-классы по питанию, как правильно питаться, как калории считать. Курсы есть очные, заочные, на них можно записаться. И, как я уже сказал, два курса для членов АУК. Два в год. Два в год, да. Два в год, онлайн или живым посещением можно проходить. В общем, нужна кнопочка Медглит-Верден. Там откроется довольно простая форма. Нужно будет... Вы здесь вводите ваш индекс. И он предложит... И он предложит... Предложит... Ну, выбирайте. Живете, работаете, чем занимаетесь. Ну, допустим, Вестфален... Допустим, вы наживаете... Мы живем вот в этом вот райончике. АУК-Норд-Вест у нас. Нажимаем дальше. Откроется форма. Чем вы занимаетесь? Например, Зальпштендиги или работающие, или здесь... Зальпштендиги, например, Выбираем. Что мне-то выбрали мы, да? Студиренде, АУК-Норд-Вест... А, вот! Это было. Вот это. Да, подходит. В общем, выбирайте, заполняйте свои фамилии, имя, отчества, дата рождения, гражданство, место рождения, в плане города, страна рождения, если у вас рентефисихинг, пенсионный страховой номер, если нет, ничего страшного ставить, просто нет. Ну, здесь указывайте, заполняйте все страну. Гибут с нами, это девичья фамилия, получается, если она есть. Адрес вводите, ну и все, и нажимаете отправить. Телефон, и, естественно, адрес электронной почты. Вот, отправляете эту форму, и через буквально там пару дней можете выждать, загуглить ближайший адрес АУК. Можно и без этого, то есть вы можете просто пойти в АУК и там зарегистрироваться, показать свой паспорт заграничный. Да? Ну, документы показывать, и вас там зарегистрировать. Просто в моем случае я сначала это заранее сделал, когда пришел в АУК, сотрудник открыл базу, и такой, о, так все уже данные на вас в принципе есть. Вы форму заполняли? Я говорю, да, заполнял. Ну, прикольно. Все у нас в базе есть. Там буквально две минуты он мне выдал письмо, говорит, все, пожалуйста, то есть идите на следующий шаг. Если вы эту форму не заполняете, соответственно, отстоять очередь при оформлении медицинской страховки. Причем очередь не только внутри помещения, но даже и на улице. Если вы эту форму не заполняете, соответственно, это продлится чуть-чуть дольше. Мы вот когда Наташей и детям форму не заполняли, наверное, полчаса, да, или-то, наверное, посидели, пока сотрудница что-то там сбивала, перебивала, там что-то там придумывала. Вот так вот выглядит комната ожидания в страховой компании. В принципе, она достаточно комфортная. Мне кажется, даже кулер там есть. То есть, в принципе, можно посидеть, подождать, сколько потребуется по времени. Также есть вот такие вот два забавных кубика, которые сыграли роль некой детской комнаты, наверное, в страховой компании. Дети лазили, резвились. Для них тоже время прошло быстро. Причем сотрудники страховой компании проходили мимо, смотрели, улыбались, говорили, будьте аккуратны, но никто не ругался из-за того, что вот дети, ну, можно сказать, баловались, да, с этими кубиками. В целом, полчаса или 40 минут они прошли достаточно быстро, и дети даже не бегали, не спрашивали, ну, когда, ну, когда, ну, когда все закончится, и когда мы пойдем уже домой. Потому что благодаря этим кубикам им было достаточно весело. Так что, в принципе, можно идти с детьми в страховую. Вот, потому что, ну, тоже непонятно, панацея. Часто попадаешь на молодых сотрудников. Кстати, вот в таких службах, как правильно называется, в общем, там, где с людьми общаются, да, социальные службы очень часто, да и в администрации городов и разных организаций часто работают, ну, типа студенты, да, стажеры, практиканты, которые, естественно, всех нюансов не знают, всегда не знают, ну, часто не знают всех нюансов, вот так. Вот, и поэтому часто, ну, не подсказывают, но, в общем, если вы заранее загуглите, понимаете, о чем речь, как должно быть, вы можете корректно человека немножко поправить и ему как-то подсказать, как ему дальше действовать. В принципе, наверное, у нас в России примерно такая же история, то есть, если вы идете в какую-то социальную службу и если вы знаете не то, что свои права, а то, что вам должны дать, как это должно выглядеть, какой финальный результат должен быть, вот, вы можете сотрудникам точно так же подсказать, есть, конечно, разница, что часто, не везде, но часто вам, мы не, во всяком случае, иногда сотрудники говорили, типа, с таким лицом мы сами знаем, типа, не умничайте, идите отсюда. Но здесь, ну, как бы, больше с пониманием, а, да, 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 вот у вас такой нюанс, я это не учел, и поехали дальше. Вот, так вот, значит, заполняет это письмо, форму заполняет сотрудник, потом говорит, что вам на почту придет через несколько дней, в случае с детьми, если они привязываются к страховке, уже готовые письма, вот, сейчас я покажу, как они, а, ну, вот, детям пришло в таком виде, да, сейчас, вот такое письмо, памятка, кстати, здесь есть, как пользоваться, как выглядит эта карта, какие данные, ну, в общем, что к чему, памятка в этом письме приходит, ну, приходит, естественно, такое сопроводительное письмо, так как я заявитель на мои данные приходит, вся эта история, это тоже мне даже замазать надо будет, вот, ну, и, собственно, такая карточка, в принципе, удобно, что эту карту мы берем, вот так вот, чпок оторвали, у нас тоже так делают, да, делали банковские карты, оторвали карту, оставили у себя, и такое же письмо есть у Дамира, да, то же самое, оно на мое имя пришло, кстати, прикольно, что, смотрите, прям меня-то забавляет, я немецкий всякий приколюхи, я прям зависаю, когда приходит вот такое вот письмо, конверты, видите, всегда есть окошки, они отдельно продают конверты с окошками, и спрашивают на почте, вам конверт с окошком или без окошка, и у всех уже, и организации, часто у людей, которые, ну, часто письма пишут, в инстанции, у них есть форма письма, таким образом, что вот, ну, во всяком случае, как здесь, пример, да, с инстанцией, вот это вроде бы как письмо, здесь вот, в одном месте всегда печатают все данные получателя, здесь, соответственно, отправили, вроде бы как форма стандартная, ниже идет текст, но когда вы складываете это письмо, в три вот таким образом, и вставляете, адрес всегда получается вот в этом окошке, прям реально удобно, я заморочился, себе такую же форму создал, прям прикольно, чувствую себя большим человеком, в социальном жилье, вот, ну, в общем, такое письмо, есть такая же карточка из судомера, как я уже сказал, мы уже воспользовались, кстати, про это можно сказать отдельное видео, а воспользовались мы, кстати, ну, коротко скажу вам, ходили с детьми, у нас судомер, судомер носит, скобы, да, цан, шпан, или как это по-немецки называется, в общем, скобы для выравнивания передних зубов, и нужно было там какое-то что-то сделать, поправить, мы, собственно, для этого карточки торопили, чтобы сделали, вот, пошли, сходили, по страховке все сделали, про это можно сказать отдельное видео, ну, довольно интересно, интересно, вот и следующая темка, так вот, значит, а, и потом мне напомни еще про дуна, слово, вот, соответственно, у Наташи пока такой карточки нет, Наташа зависла на предыдущем этапе, потому что не очень она торопится, вот, смотрите, такое же письмо приходит, но уже видите, на фрау Наталья Героль, вот, тоже надо замазать будет здесь Наташа, вот, тоже отправить здесь прописано, все написано, отрываете сбоку конвертик, достаете вот это письмечко, такое, он для этого не нужен, это предыдущий шаг, предпоследний шаг, перед получением, вот такой вот штуки, а, кстати, значит, когда вы прошли регистрацию, вот, в АУК, и онлайн, и сходили в офис АУК, вам такое выдадут письмо, ну, как бы, предписание, смысл его в том, что АУК согласно взять вас на страхование, то есть, они подтверждают, что вы такой-то, такой-то, обратились к ним, и они согласны принять вас на страхование, это письмо нужно будет отправить в джоп-центр, чтобы они подтвердили АУК, прислали какой-то номер, в общем, какое-то взаимодействие наладилось, и часто на этом взаимодействии занимает какое-то время, вот, поэтому, ну, нам все советовали, что, говорит, вы прям возьмите эту бумажечку с АУК, и идите в джоп-центр, отправьте либо письмом, либо в почтовый ящик бросьте, вот, и, соответственно, через какое-то время, когда джоп-центр это обработает, вам приходит какое-то отдельное письмо, что вы встали на учет в джоп-центре, то есть, можно это ждать тоже автоматически, джоп-центр отправит в АУК подтверждение, потому что у них есть письмо, что вы в АУК все-таки обратились, да, либо же вы эти, берете лястинги, бумаги называются лястинги, не знаю почему, но слово это я выучил уже, лястинги, и относите, также идете в АУК, говорите, вот, я получил эти бумажки, поставьте там какую-то отметочку, тогда все проходит гораздо быстрее, ну, то есть, ручной режим, нет, автоматический режим можно ускорять ручным, если вы сами какие-то письма пишете, отправляете, переносите и так далее, вот, соответственно, первый наш визит был на сайт, вернее, мы сходили сразу в офис, там оформили, дали нам это письмо, что они готовы застраховать, мы его отправили в джоп-центр, вот, джоп-центр там что-то сделал, отправил под другое письмо в АУК, и потом уже, предфинальный шаг, приходит вот такое письмо, что вот, там, бла-бла-бла, дорогая Наталья Герой, для изготовления вашей карточки, безументной карты, вот этой социально-медицинского страхования, нам нужна ваша фотография, потому что на картах, видите, у детей нет фотографии, вот, а у взрослых есть фотографии, детскую я прислал, есть такая еще, странная, вот, соответственно, говорят, что можно это сделать через приложение, загрузить, и тогда они автоматически вам сразу карту распечатают, но, честно говоря, у меня не получилось, потому что там какой-то замкнутый круг, что для того, чтобы зарегистрироваться в приложении, нужно получить секретный пароль, пин-код, а чтобы получить пин-код, нужно, чтобы у вас была карта, а для изготовления карты нужны фотографии, а для фотографии, чтобы загрузить, нужен там этот пин-код, и вот такой вот замкнутый круг, поэтому воспользуюсь мы вот такой вот формой, она вложена в конверт, она вложена в конверт, здесь есть памятка по фотографии, как окей, как не окей, она, кстати, вот эта памятка, видимо, универсальная, какая-то федеральная, потому что она везде, в посольствах, во всех администрациях, одни вот требования к этим фотографиям. Как оно должно выглядеть? Видите, крупное лицо, задний фон белый просто, голова прямо, без наклонов, лицо должно быть открыто, да, вот основные требования. То есть у нас у Киры была такая фотография, нам ее отклонили, сказали, что слишком мелкое лицо. Я говорю, это ребенок, она сама мелкая еще. Собственно, смотрите, приходят здесь все данные заполненные, нужно контактный телефон указать, если желаете. Что прикольно, вот эти всякие задумки. Здесь уже наклеен двухсторонний скотч, то есть не нужен клей, просто берем, отклеиваем эту штуковину, лепим вот так фотку, пишем порт, дата, подпись ставим, номер контактный оставляем, вот так вот сворачиваем эту штуковину, и, 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 это где было? Уже здесь, да? Ну да, и в том же конверте, вот в этом конверте лежал еще один конверт, чуть поменьше, для вот этого письма, то есть видите, здесь уже адрес уже вписан, уже оплачена сервисная марка, то есть, в принципе, ну все, компания оплатила, вы просто вкладываете конверт, отправляете, бросаете его в почтовый ящик, в любой, кстати, про почтовую систему можно тоже отдельно сказать, как это работает, с почтовыми ящиками, с отправлениями и все остальное. Вот, и все, и буквально через еще две недели придет вот такая пластиковая карта, и еще через пару дней придет тот пин-код, через который можно зарегистрироваться в приложении, скачать вот это мобильное приложение, зайти в личный кабинет и так далее. Вот, если в двух словах, ну так, подробности не рассказывать. А что-то я хотел сказать. А, а когда мне пришла вот эта карточка вот такая, забавная еще такая штука, которая немножко в шок, ну даже меня немножко поверкла, там есть памятка с предложением стать донором органов. То есть прикольно, приходит социальная медицинская страховка, и сразу говорит, не хотите ли стать донором органов. Такая прикольная памятка, описано, для чего это нужно. Вот, вы можете выбрать, какие органы у вас могут изымать, ну там прям указать сердце и сердце, прям список там есть. Когда это? В случае смерти. Ну, либо там, если что-то происходит, естественно, ну да, если, например, там, какой-то, ну там, авария, например, или что-то, какой-то тяжелый случай происходит, или там, ну уже все, понятно, что ты умираешь, вот, можно стать донором органом, в общем, как-то что-то работает, я так понимаю, но не живого человека забирают, я так понимаю. Ну вот, да-да-да, ну то есть вот поэтому они говорят, что там есть такая памятка про донорство органов, вы выбираете галочки, ставите, типа, какие органы можно изымать, ну там, может кому-то, не знаю, сердце жалко, да, ну там, ну, как-то после смерти надо выглядеть. Вот, короче, какие органы можно изымать, согласие ваше подписано, и они рекомендуют эту бумажку вложить, я так понимаю, в паспорт, в персональный housewife, в портмоне и возить с собой. Если вдруг что-то происходит, они такие, врачи приезжают, смотришь, типа, все там есть, там есть контакты, номер, все, и пользуются этой штукой. Просто меня это немножко как бы в шок, я такой думаю, да ладно. Вот, но вот, как бы вот так собирают, как это называется, ну доноров, да, как бы там кому-то спасти жизнь, если человеку уже не помочь. На этой радостной ноте, позитивной исключительно, вот, мы с вами видео заканчиваем. Кстати, еще можно, еще одна тема, Наташа, можно снять видео про донорство крови. Потому что я активно сдавал кровь и в России, и здесь уже пару раз наведался в клинику. И есть прям отличия, ну и довольно интересные факты. Не скажу лучше, хуже, но по-другому. Вот, можно тоже обзорное видео как бы снять и рассказать, когда происходит. Вот, на этой радостной ноте донорства органов, крови, мы с вами прощаемся. Да? До новых встреч. Собственно, сразу после записи этого видео мы решили доделать то, что было у нас не закончено. Мы нашли мою фотографию, вклеили ее в формуляр, как рассказывал Данила, путем просто отрыва одной из частей двухстороннего скотча, сложили формуляр так, как того требуется, и вложили его в письмо. Проверили, чтобы фотография соответствовала вот стандартам, которые были приложены в формуляре. На наш взгляд она соответствует. Запечатали конверт. Собственно, письмо уже было готово к отправке и на следующий день я пошла уже на почту. Ну а дальше по поручению мужа я иду отправлять письмо на почту. Сегодня выходной день, поэтому положим мы его просто в почтовый ящик. Как вы, наверное, знаете, почта в Германии работает прекрасно и выемка из почтовых ящиков происходит регулярно. Ну что, идем на почту. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, собственно, вот и почтовый ящик. Выглядит он вот так. Очень большой, потому что в Германии люди этим действительно пользуются. И смотрим, что выемка из семи происходит с понедельника по пятницу в 17.30, а в субботу происходит в 12.45. Но в воскресенье ничего не происходит, потому что в воскресенье просто почта не работает. Берем наше письмо волка и кладем почтовый ящик. Все. И будем ждать карточку с обязательным медицинским страхованием. Ну, на этом все, друзья. До новых встреч в следующих видео. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok